Добрый день! Давайте рассмотрим, к чему снится ремень. Ну, первое. В основном ремень, основа ремня, это идёт как для одежды ремень. Для чего он нужен? Он нужен, во-первых, он находится на поясе. Большинство у нас идёт именно на поясе. Пояс – это человек должен быть гармоничен. Двумя ногами он стоит на земле, это материальное, и двумя руками он тянется в небо. То есть он как бы пополам находится. Поэтому ремень, он может служить о том, говорить о том, что это тема гармонии. Гармонии мужского и женского. Дальше. Ремни очень часто поддерживают брюки, мужские брюки. Ремни – это мужской антрибут в большинстве своём. Поэтому здесь тоже мы смотрим именно на то, чтобы брюки не упали. Это мужские, мужское направление. И когда мы двумя ногами стоим на земле, это значит ещё и материальная часть. А материальная часть, опять же, показываем. Живот. Живот, он связан, будем говорить, с червоугодием. То есть это материальная часть. То есть мы для того, чтобы поесть. Вот потуже затянуть ремень, потуже затянуть ремень – это значит к убыткам. Если вы застёгиваете ремень, и у вас живот, будем говорить так, не такой уж большой. Когда большой живот, и вы расстёгиваете ремень, это говорит о том, что это к прибыли. Опять надо позитив смотреть. Это не обязательно. Иногда, может быть, вы расстёгиваете ремень. Это, может быть, сон с внутренним раздражением. Значит, вы поправились. И на это надо обратить внимание. Поэтому не всё однозначно. Дальше. Ремень ещё. К чему снится? Ну, тут опять мы смотрим действия, которые идут. Вот с ремнём. Это можно смотреть. Если кожаный, значит, это то, что для вас очень важно. Если искусственный ремень, это может быть даже иногда, если чёрный ремень – искусственный ремень. И он идёт с негативными дополнительными символами. Может быть, кто-то поставил на вас программу негативную, чтобы вы, ну, будем говорить, на ограничение финансов. Поэтому этот чёрный цвет – это не очень хороший признак. Плюс ко всему тому же ремень, как я сказала, это всё-таки утягивает. И это материальная часть. Но это надо, чтобы были дополнительные символы. Если ремень красный, здесь или опасность, мы смотрим по дополнительным символам опасность, нарушение, может быть, гармонии, или опасность, может быть, или финансовой стороне. Опять мы смотрим. Если красный ремень и плюс дополнительно грязный, может быть, ремень, это опасность, может быть, что какие-то грязные дела могут быть, и которые в последующем могут отразиться или на душевных состояниях, или же на нарушении гармонии. То есть, опять дополнительный символ. Если там будут присутствовать, например, милиционеры, это может быть, вы можете попасть под закон. Это опасность. Это как красный цвет, светофор. Зелёный, более спокойная тона, фиолетовый, спокойный тон. Фиолетовый тон как бы показывает, что человек находится в гармонии и с материальным, и финансовым стороной. Новый, старый. Новый – это новые возможности, и не только материальные, но и духовные, возможно, новые возможности, когда человек может приобрести, будем говорить, что-то и материальное, и духовное, находить гармонию в этом. Или же к прибыли. Опять дополнительные символы. Или же, если старые, старые, потёртый старый ремень, особенно если грязный, дополнительно ещё, например, рваные какие-то вещи, это говорит о том, что человек встретится со старыми, может быть, долгами. Придётся отдавать старые долги, и постоянно что-то будет у него рваться. Поэтому, если вы покупали ремень, это значит, покупать это за что-то платить. Платите за... Вы на данном этапе, вы за что-то платите. Платите за то, чтобы, может быть, материальными благами или же деньгами вы можете платить за какие-то, может быть, события. Потому что, как я сказала уже, вот в основном это идёт брюки, это мужская часть идёт. И поэтому какие-то события, за которые вы платите для того, чтобы... Ну, для поддержания штанов. Может быть, чтобы пришли, может быть, денежки, или чтобы не такие уж сильные были убытки. Если вы застёгивали, как я уже сказала, так, покупать сказала. Если, да, ещё у нас ремень с чем ассоциируется? Смотрите, раньше в детстве эти ремни висели на стене. И их угрожали, что если ты будешь плохо вести себя, ребёнку, я тебя выпарю этим ремнём. А иногда и выпарывали этим ремнём. Или как-то пугали, или выпарывали. Можно под сознательном уровне у человека, особенно старой формации, сейчас уже, по-моему, особо где-то не бьют, но у нас может сохраниться эта история на генетической памяти. Поэтому ремень – это, может быть, ещё наказание. Наказание за что-то. Если вас реально били ремнём, поэтому что-то прибьёте. Прибьёте, почему? Потому что ремень – это ещё длина, это дорога. Это дорога, по которой вы должны, может быть, пройти. Так, что ещё-то тут я посмотрела. Узкий, широкий? Ну, это узкая дорога, это широкая дорога. То есть широкий – это более устойчивый вариант, более комфортный. Узкий, который… Узкий ремень, он всегда неудобен. Он всегда неудобен. Почему? Потому что он, ну, может в тело врезаться. Дальше. Опять смотрим. Если это брюки – это одно. Если это джинсы – джинсы – это рабочая одежда. Это, может быть, тоже по работе, может быть. Если на юбке, больше женский вариант у вас будет использоваться. Именно вот вы должны где-то, может быть, на какие события, потому что юбка находится на нижней части тела. Это материальная часть. Значит, какие-то женские черты характера вы должны проявить для того, чтобы, ну, будем говорить так, пришли материальные блага у вас. Есть ещё ремни на сумках. Опять мы смотрим, какой ремень на сумке. Если это дамская сумочка или спортивная сумочка – это движение. Движение к спорту. Движение, может быть, к быстрому, какие-то поездки. Если это спортивные, это, может быть, соревновательные какие-то. Может быть, на соревнования пойдёте. Или, может быть, вы будете с кем-то соревноваться. Есть вот такие события. Или же, если, например, ремень безопасности, вы надеваете ремень безопасности в машине, это говорит о том, что надо быть поаккуратней, поаккуратней сейчас в движениях, это не обязательно в машине, хотя и это тоже может быть. Или же, может быть, движение, опять мы смотрим по машине, смотря какая машина, если машина красная, яркая, это может быть в любовном движении, и тут должна быть безопасность. Значит, что-то вам может сужать. Это негативный символ, красный символ, это не только красная машина, это любовь, это активность, сексуальная активность, может быть, красивая дамская такая машина. Но, опять, ремень безопасности – это придерживается. Это придерживается, нужно где-то, ну, будем говорить, себя обезопасить. Я всегда говорю девочкам, если вы встречаетесь, например, с новым мужчиной и всё остальное, сейчас очень много есть сайт знакомств, и обязательно, обязательно встречайся там, где есть люди. Обязательно никуда не ездите на квартиру, никуда не встречайся там, где, ну, будем говорить, мало совершенно людей. Почему? Потому что мы не знаем, что может происходить. И вот этот вот сон конкретный вам может показывать, что есть какая-то опасность. И поэтому опасность в движении, опасность в бизнесе, чёрные хорошие машины, джип, например, и вы видите, что вы надеваете ремень безопасности, это указывает на, если вы в бизнесе занимаетесь, значит, это с бизнесом. Надо где-то подстраховаться. Ну, в принципе, наверное, всё сказала. Может быть, там какие-то дополнительные символы, но мы уже сказали, это гармония. В первую очередь, это гармония между материальным и духовным. Если там всё с ремнём хорошо, значит, вы достигли, будем говорить так, той гармонии, которая, ну, нам говорит жизнь. Это золотой путь. Золотой путь – гармония и материальная вещь. Вернее, духовная и материальная – это гармония. Это золотой путь у человека, по которому он должен пройти в этой жизни. Продолжение следует...